Валентина Лисица приехала в Ульяновск во второй раз. Музыкант-виртуоз исполнила уникальную программу «Человек-оркестр» – три самые невероятные транскрипции для фортепиано-соло. Со сцены Дворца творчества детей и молодежи прозвучали мелодии, ставшие новым взглядом на симфоническую классику. Она посвящена не только францулисту, но и композиторам, которых он обрабатывал. Обрабатывал в том смысле, что произведения для оркестра, для огромного симфонического оркестра, это 80 или 100 человек, в общем, все собраны в одном рояле. Это интересно в виде виртуозного достижения, то есть это, пожалуй, высшее мастерство чисто фортепианной техники, но также это произведения, которые музыкально очень важны. Главной частью концерта стала Третья симфония Бетховена, которая сделана в обработке листа и звучит, как целый оркестр. Виртуозное исполнение Валентины Лисицы показало ульяновским слушателям все возможности рояля, красоту и эмоциональность произведения. Публика с теплом и восторгом приняла выступления известной пианистки. Я вижу, что и люди меня знают, и по видео в соцсетях, и они были на концерте. И, конечно, уже второй раз очень приятно возвращаться. Публика здесь очень теплая, благожелательная. И для меня, конечно, большая радость сегодня выступать с вот такой вот программой. Выступая с гастролями на Западе, Валентина Лисица столкнулась с попытками отмены русской культуры, на которые она смотрит с долей юмора. Ведь классическая музыка – это действительно наше общечеловеческое достояние. Мы видели это на примере того, как безуспешно и жалкими были попытки отменить, например, русскую классическую музыку. Это тоже частичка мировой классической музыки на Западе, которые ни к чему не приводят, просто они смешны. А мы играем всю мировую классику здесь. Самое большое вдохновение для Валентины – дарить эмоциональную радость и заряд позитива людям. Главная награда – не аплодисменты, а тишина в зале, когда он замирает от тихого восторга. Когда мы слушаем Рахманину, что такое нематериальное наше достояние? Мы слушаем эту музыку, она возникает. Это же не просто черные точки на белой бумаге, которые она писала. Она возникает как бы из воздуха, из ничего. Но мы слушаем ее, и мы понимаем, как ее слушали наши прадедушки, прабабушки, как ее будут слушать еще нерожденные наши какие-нибудь правнуки. Концерт пианистки прошел в рамках 62-го международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена». Фестиваль порадует поклонников музыки яркими концертами разных исполнителей и продлится в Ульяновской области до 6 апреля. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.